Во имя Отца и Сына, Святого Духа. Аминь. Беседа 94-я, святителя Иоанна Златоуста, о зависти. Ничто так не разделяет и не расторгает, как ненависть и зависть. Это тяжкая болезнь, недостойное прощение, и в некотором отношении худшее самого корня зол. Селебролюбец радуется тогда, когда сам получает, а завистливый радуется не тогда, когда сам получает, а когда не получает другой. Считает благополучием для себя не собственное благоденствие, а несчастье других. Есть как бы общий враг человеческой природы и мучитель христовых членов. Что же может быть безумнее? Бес заведует людям, а отнюдь не другому бесу. А ты, человек, заведуешь человеку, восстаешь против единоплеменного и однородного тебе, чего не делает и бес. Какое будет прощение, какое оправдание, когда ты, видя брата своего благоденствующим, дрожишь и бледнеешь, так как он надлежало бы хвалиться, радоваться и восхищаться. Если же ты хочешь соревновать ему, я не запрещаю, соревнуй, но так, чтобы тебе сделаться подобным ему в доброй славе, не с тем, чтобы унизить его, но чтобы и тебе достигнуть той же высоты и видеть такие же добродетели. Вот доброе соревнование – подражать, а не враждовать. Не скорбеть о совершенствах другого, а сокрушаться о собственных недостатках. Но зависть поступает напротив. Не заботясь о своих недостатках, она мучится совершенствами других. Не столько бедный огорчается своей бедностью, сколько завистливый многополучием ближнего. Что может быть гнуснее этого? Посему он, как я выше сказал, гнуснее корыстолюбивого. Этот радуется, когда сам получает, а тот веселится, когда другой не получает. Итак, увещевая вас, оставьте этот злой путь и обратитесь к ревности доброй. Такая ревность и сильна, и горячее всякого огня, и вы получите великие блага. Так и Павел, обращая к вере иудеев, говорил, Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти, и не спасу ли некоторых из них? Римлян 11.4 Кто ревнует такой ревностью, какой он желал, тот сокрушается не тогда, когда видит другого, приобретшим добрую славу, но когда видит собственные недостатки. А завистливый не так. Он сокрушается, когда видит приспеяние другого, и подобно какому-нибудь трутню, повреждающему чужие труды, Сам отнюдь не старается встать, а огорчается, когда видит другого стоящим, и употребляет все меры к тому, чтобы не звергнуть и его. Чему же можно уподобить эту страсть? Она, мне кажется, подобна ленивому и уточневшему ослу, который, будучи запряжен вместе с быстрым конем, и сам не хочет встать, и коня тяжестью своего тела старается повергнуть. Так и завистливый нисколько не думает и не старается о том, чтобы восстать от этого глубокого сна, а употребляет все меры к тому, чтобы запнуть и не звергнуть другого, парящего к небу, делаясь верным подражателем дьявола. Ибо и дьявол, видя человека в раю, старался не себя исправить, а его лишить рая. И после, видя его пребывающим на небе и других, стремящимися туда же, он также старается неизвергнуть тех, которые спешат туда, и таким образом уготавляет себе самому жесточайшую пищу. Так бывает и всегда. Кому завидует тот, если будет бдителен, еще более прославится, а завидующий навлекает на себя самого более зол. Так прославился Иосиф, так Аарон священник. Козни завидующих произвели то, что сам Бог раз и два изрек о нем определение свое и прозяб жезл его. Так Иаков достиг великого благоденствия и всего прочего. Так завистники сами себя подвергали бесчисленным бедствиям. Зная все это, будем избегать зависти. И чему, скажи мне, ты завидуешь? Тому ли, что брат твой получил духовное дарование? Ну, от кого он получил? Скажи мне, не от Бога ли? Значит, ты враждуешь против того, кто даровал ему. Видишь ли, до чего простирается зло, до какой степени греха восходит оно и какую изрывает бездну наказания? Будем же, возлюбленные, избегать этой страсти. Не станем завидовать, но будем молиться о самих завидующих и употреблять все меры к тому, чтобы истребить в них эту страсть. Не станем поступать подобно тем неразумным, которые, желая наказать других, употребляют к тому все меры и возжигают пламень в самих себе. Будем проливать слезы и оплакивать их. Они вредят сами себе, нанося в себе червя, которые непрестанно пожирают их сердце и открывая источник яда, горчайшей всей всякой желчи. Будем же молить человека, любивого Бога, чтобы он в них истребил страсть и нам не попустил впасть в эту болезнь. Небо недоступно для того, кто заражен этой язвою, и еще прежде небо, сама настоящая жизнь делает для него несносную. Не так молить червь не дают, древо и волну, как горячка, зависти снидает самые кости завистников и отравляет здравие души их. Посему, дабы нам и себя, и других избавить от бесчисленных зол, удалим от себя эту злую горячку, которая хуже всякой язвы, чтобы, получив духовную силу, мы могли и совершить подвиг настоящей жизни и достигнуть будущих венцов, которых расподобимся всеми благодатью и человеколюбивым. Господа нашего Иисуса Христа, с Которым Отцу вместе со Святым Духом слава, держава, честь ныне и пресна, и во веки веков. Аминь. Субтитры подогнал «Симон»